Число Пи, оно является универсальным во многих аспектах и, соответственно, эта универсальность у нас прописана, это трансцендентальность как таковая. Что такое гармония Вселенной? Как происходит взаимодействие во Вселенной? Альбом стал как баланс между активностью и такой пассивностью, некий такой гармоничный ряд. Произошел мощный сдвиг в сторону гармонии. Это важный момент. Вообще, по поводу этого альбома можно говорить очень много, как он писался, как он создавался. Но вкратце могу сказать, что он был написан только с одной целью – для того, чтобы люди научились чувствовать ту трансцендентальность в обычном звуке. Потому что я всегда говорю, что музыка связывает душу человека с душой Вселенной. Это правда. Недавно вышел альбом «Пи 3,14». Многие спрашивают, почему такое название? Почему мы так назвали? Что такое число Фибоначчи? Встречный вопрос. Что такое гармония Вселенной? Как происходит взаимодействие во Вселенной? Это число необычное. Это математика, да, но это еще и мистика нашей Вселенной. Очень много процессов, которые связаны с этим числом. И поэтому я назвал это как символ того, что человек, который проходит сквозь это числовое взаимодействие, образно говоря, как принцип трансформации, он достигает вот этого единства с Высшим. И сама обложка даже указывает на то, что капля мирового океана, опускаясь или падая вниз, превращается в нас, да, в человека. И человек, который потом растворяется в мировом океане, превращается в это бесконечное нечто. И число Пи, оно является универсальным во многих аспектах. И, соответственно, эта универсальность у нас прописана. Это трансцендентальность как таковая. Вот. Баджаны. Альбом получился интересным, хотя бы даже потому, что он не похож ни на что. С музыкантами, когда я общался, с профессиональными музыкантами, которые сейчас готовятся к концерту, они говорят, нам очень интересно, это так заряжает. Ребята говорят о том, что после репетиции они чувствуют задор, им хочется улыбаться. После репетиции они не чувствуют усталости. Это многочасовая, хочу отметить, работа со звуком, игра. И они чувствуют тонус, они чувствуют силу. То есть мантры их заряжают. Сама идея, конфигурация звуков, само числовое соотношение звуков, из которых состоит эта музыка, синтезаторов, это все учитывается. И в этом альбоме оно присутствует. Поэтому альбом этот написан необычным образом, и в нем присутствует эта энергия. Очень большую лепту или роль, или, как говорится, большое именно внимание этому альбому уделила Мариам, которая принимала участие не только играя на скрипке, но и пропевая Бекки. Ее присутствие там ощущается. Этот альбом, он сделан благодаря ее присутствию как бы такой очень мягко, активный. То есть это гармония, где присутствует вот эта энергия Шакти также. Ее голос очень хорошо вписался. И даже некоторые не могут сразу его увидеть или услышать. А он действительно и видится тоже. Она так мягко вписала свой голос, у нее тембра очень интересная. И за счет этого альбом стал как баланс между активностью и такой пассивностью. Некий такой гармоничный ряд произошел. Мощный сдвиг в сторону гармонии. Это важный момент. Вообще по поводу этого альбома можно говорить очень много. Как он писался, как он создавался. Но вкратце могу сказать, что он был написан только с одной целью. Для того, чтобы люди научились чувствовать ту трансцендентальность в обычном звуке. В обычном, необычном на самом деле. Все синтезаторы были обработаны таким образом. Звуки, осциллографы или там, скажем, генераторы звуков. Были обработаны таким образом, чтобы все было в числовом соотношении. Это по возможности. Оно совпадало с принципом единого числа. То есть этот альбом на самом деле влияет позитивно, влияет в прямом смысле слова с точки зрения благости на сознание людей. Ну, посмотрим, как дальше будет развиваться событие. Потому что для меня, например, музыка, это не просто мантры, которые мне нравятся. Мантры вообще, они... Понятно, что мы знаем, что мантры делают человека очень радостным. Они исцеляют и все такое. Но как их подать? В каком их виде подать? Как сделать так, чтобы люди, которые никогда не слушали мантры, как-то обратили на это внимание? Не с точки зрения распространения вот этой идеологии. Нет. Мантры — это не идеология. Это не конфессия. Мантры — это вибрация звука. Мы знаем, что Вселенная, сам Творец выражает себя как звук и свет. У нас ничего в этой жизни нет, кроме звука и света. Фотоны света образуют наше тело. Вибрации звука образуют наши тела. Это та энергия, которая становится... Она же вибрирует. Она становится телом. Она становится личностью. Она становится жизнью. И поэтому я взял мантры. Они универсальны. Конечно, под эти песни можно спеть на английском языке и на русском языке. И это тоже будет, возможно, красиво. Но идея была привнести эту высокую благость для всех, кто будет слушать это. Независимо от того, в какой конфессии, в каком направлении человек мыслит и так далее. Это, можно сказать, такая музыка, которая почти фоновая. Но она достаточно активна. Она меняет состояние человека. Под эти песни, просто слушая, уже есть отзывы. Люди медитируют. У них меняется. У них пробуждается душа. Это очень важно. Потому что я всегда говорю, что музыка связывает душу человека с душой Вселенной. Это правда. И музыка – это, как говорится, то, что несет в себе огромные силы, влияющие на сознание, в первую очередь. Поэтому мое пожелание и обращение ко всем музыкантам, кто пишет музыку, пишите музыку, которая приносит благо. Пишите музыку, которая выстраивает все чакры в позитиве, а не сконцентрирована в низких чакрах с агрессивным звучанием. Да, иногда, может быть, скрежет гитарой. Иногда бывает эффект гитара достаточно активна. Но какова идея этого всем? Как подана эта гитара? Как подана эта партия? Что ее обволакивает? Ее обволакивает высокая идея, энергия, благость и красивое звучание. И тогда все вместе гармонично. Потому что, допустим, сказать, что низкие чакры, да, вот люди знают, что такое чакры. Пусть будет муладхара чакра. И они говорят, это муладхарная музыка. Ну, хорошо. Ритм, барабаны, те же джамбы, которые всем нравятся, это муладхара чакра. Вся медь, трубы, весь оркестр, допустим, меди, это свадхистана чакра. Мы же не можем сказать, что это плохо. Как красиво звучит труба, например, да, всем известной мелодии, которые, где солирует сама труба, альт, например, да. Это же очень красиво. Но это вторая чакра. Так вот, речь идет о том, как правильно, сгармонизировав это, подать ту высокую идею и распределить ее на всех планах, на всех уровнях сознания. Мне кажется, нам удалось это сделать. Во всяком случае, сейчас я уже вижу, что я бы переделал этот альбом. Возможно, оставил бы те же мантры, но сделал новую аранжировку. Давайте посмотрим, как это сработает. А там будет видно уже, что делать дальше. Очень много идей. И чем больше человек медитирует, тем больше идей возникает. Я, находясь в этом состоянии, всегда полон идей. Мне просто дайте время, чтобы я мог себя выразить дальше. Многие говорят, красивая музыка, делайте больше, делайте больше, да, но тогда оставьте меня в покое. Шучу, можете не оставлять, я найду время. Я как-то в свое время, я уже говорил, попросил 36 часов в сутки. Это качественная работа. Можно как-то сделать так, что время сжимается, я знаю, как это делать, и растягивается. И мне бы хотелось, чтобы вы тоже научились этому. Когда человек находится в состоянии измененного сознания, он управляет временем, здесь и сейчас. Просто не ждите, когда у вас будет возможность сесть и что-то нарисовать. Просто садитесь и рисуйте. И вы заметите, что мир вокруг вас поменяется ровно таким образом, что ваша встреча, на которую вы должны были якобы попасть, она отменится естественным образом, потому что это важно сейчас для вас. Ну, или кто-то опоздает. Поэтому музыка на сегодняшний день является самым мощным инструментом влияния на сознание. Один философ сказал, если вы хотите узнать о народе, о государстве что-то, дайте мне послушать его музыку, и я вам скажу, кто эти люди, что из себя представляет это государство, этот народ. И это правда. Поэтому давайте писать красивую музыку, давайте создавать красоту в звуке и в свете. Тогда все будет очень благостно. Альбом P3,14 вышел 3,14, это третий месяц, 14, это 14 числа. Это тоже не случайно. И вот с нашим другом и очень старательно работающим продюсером Алексеем это была и его идея, давайте тогда выпустим его именно вот такого числа, это будет символично. И действительно, это символика. Мы использовали вибрацию чисел, месяца, период, весна, начало, активность. Вот. И это вот символ не только того, что P3,14 назван этот альбом именно потому, что мы хотели в марте. Нет. Он назван потому, что это связано с нашей внутренней трансформацией и с гармонизацией. Это магическое число в хорошем смысле. И оно является предвестником того, что есть концерт. У нас вся эта программа сейчас будет исполнена на концерте в апреле 19-го и 20-го. А для тех, кто смотрит это видео уже после концерта, не переживайте, я уверен, что мероприятий будет еще достаточно. И на сегодняшний день все композиции, которые в альбоме, плюс еще многие композиции, которые не вошли в альбом, в альбоме всего 11 композиций, а у нас их более 20, будут на концерте сыграны очень интересными, очень профессионально, как говорится, играющими, да, просто это слово даже играющими, оно не подходит здесь, живущими музыкой, ребятами, которые действительно взялись за эту работу и большие молодцы. Я, например, вижу в них огромный потенциал. Они сами очень устремлены, им очень нравится и добро пожаловать в мир баджанов, которые в современном мире звучат как песни, совершенно адаптированные под любой образ мышления людей. То есть человек, который любит рок, он найдет там свое, человек, который любит транс, он найдет там свое, человек, который любит традиционные мантры, он найдет там мантры. Ну, в общем, там много всего. Есть даже элементы классики и этники. Он такой универсальный получился альбом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok